Добрый день, друзья! В густых тропических лесах Центральной Африки, в бассейне реки Конго, обитают странные животные. По телу сложению они на первый взгляд напоминают лошадь, по окрасу ног — зебру. Так кто же они на самом деле? Давайте разбираться. Но вначале напомню, что вы можете подписаться на наш канал и включить колокольчик, чтобы не пропустить все самое интересное. Приятного всем просмотра! Это удивительное животное — окапи Джонстона. Первые сведения о нем появились в конце 19 века. Этот вид парнокопытных весом до 250 килограммов. Обладает блестящей бархатистой шерстью цвета темного шоколада, черно-белой мордой. Ноги покрыты тонкими черно-белыми поперечными полосками, похожими на полоски зебры. Такой полосатый окрас помогает им прятаться среди растительности в течение дня. Несмотря на свой внешний вид и окрас, это удивительное животное принадлежит к семейству жирафовых. Да-да, я тоже был удивлен. Где же длинная шея? Что же тогда общего между этими животными? Синий язык. Оокапи — такой же длинный и синий язык жирафа. Они так же, как и жирафы, с легкостью вылизывают им глаза и вычищают уши, срывают листья с деревьев и питаются ими. Кроме длинного языка у этих животных одинаковые структура шерсти и ее оттенок, строение копыт и рожки на голове у самцов. Для связи со своим новорожденным детенышем эти животные одинаково издают звуки, невоспринимаемые ухом человека. Оокапи живут в одиночку. Изредка их можно встретить и в небольших группах. Свою территорию самки четко ограничивают и метят, в то время как участки самцов пересекаются и не определены однозначно. Будучи достаточно тревожными и пугливыми животными, окапи легко впадают в стрессовое состояние. Перестают есть, а иногда даже и пить. Вместе с тем, при мягком и доверительном отношении, с течением времени они превращаются в ручных животных. В зоопарках мира насчитывается 160 особей этих животных. Передают их на содержание только при соблюдении определенных требований, а именно создание условий обитания максимально комфортных и приближенных к естественным. Продолжительность беременности у окапи составляет больше года, 450 дней. Появляется потомство весом от 14 до 30 килограммов в период дождей. Самец участие в жизни маленького окапи никак не принимает. К сожалению, добыча леса, уничтожающая среду обитания, отрицательно сказывается на численности животных. Поэтому этот вид считается вымирающим и занесен в Красную книгу. Друзья, напишите в комментариях, знали ли вы раньше о существовании такого интересного и редкого животного. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Если вам понравилось, поделитесь ссылкой на это видео со своими друзьями. Продолжайте смотреть самые удивительные и необычные топы и факты на канале Необыкновенная Вселенная. Всем здоровья и до новых встреч!